Хозяюшка, разреши коляду кликать. Колядушечки ходят, бродят, виноградят, красное зеленье. Такие песни раньше звучали у каждого дома в Васильев или Щедрый вечер 13 января. Ряженые в масках проходили по улицам и за вознаграждение исполняли щедровки. Где казах ходит, там пшеница родят. Где казах в Астон, там житом Астон. Хозяева радушно встречали таких гостей. Ведь вместе с ними в дом входило само счастье. Чтобы пожелания сбылись, ряженых следовало хорошо поблагодарить сладостями и монетками. Святки – это 12 дней, как говорится, от звезды до воды, то есть от Рождества до Крещения. Каждый день имеет свои обычаи. К примеру, 11 января в память о погибших младенцах от рук царя Ирода особенно баловали детей. В этот день всегда в русской деревне в сумерках старики рассказывали деткам сказки. И вообще в этот день по-особому ласково относились к деткам. И зачастую до самого сна слушали на печи ребята сказки об Иване, дураке, об обеяге. Все 12 дней было принято веселиться, ходить друг к другу в гости, щедро угощать родных и близких. А по вечерам девушки узнавали свое будущее. Раз в крещенский вечерок девушки гадали. За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Так делали незамужние барышни, чтобы узнать, с какой стороны ждать сватов. Направление указывал на сок башмака. Гадали не только на суженого, но и на богатство. На удачу, на хороший урожай и даже на рождение детей. Узошла дежа, полным полна, свят, свят, свят вечер. Это так называемое подблюдное гадание. Потому что в тарелку наливалась вода или насыпалось зерно. Туда же девушки клали свои украшения. После каждого куплета становилось ясно, кого, что в новом году ждет. Чье кольцо? Сотрудники музея признаются, в крещенский вечер гадают, и все сбывается. Вообще, в святочные дни знаки судьбы можно найти во многом. Все предсказывало, какие-то события. На звук гадали. Пение подходили, и до сих пор, наверное, это есть. Подходили к домам и слушали девушки. Если смеются, значит, хороший год будет. Если ругаются, то плохой будет. На святки воск мы выливаем, и сбываются гадания. Вот уже девочки замуж повыходили, и деток родили, и далеко уехали. Даже одна в Санкт-Петербург уехала. Сегодня некоторые традиции уже забыты. Хотя они могли бы наполнить праздники волшебством и особым настроением. Хотелось бы, чтобы наши дети вот этим богатством, которое еще сохранилось, тоже владели. Но все же главная святочная традиция жива. В эти дни следует совершать добрые поступки, заниматься благотворительностью, помогать тем, кто в этом нуждается. Считалось, что все добро, сделанное в эти дни, вернется в новом году вдвойне. Маргарита Платонова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.